всем привет с вами вера и я очень рада видеть вас на своем канале нас уже больше тысячи подписчиков спасибо вам огромное ребят и сегодняшнее видео будет посвящено самому частому комментарию к видео о ластиках как вы уже догадались о ластики с оранжево-синими сторонами для моего эксперимента мне нужно 5 видов бумаги разной плотности в том числе акварельная бумага два карандаша разной твердости один из них очень твердый как мы видим это 2h и мягкий карандаш 4b ну и соответственно сам ластик оранжево-синий здесь на одной стороне нарисован карандаш на другой стороне перо для туши но синей стороной вы часто писали что стирать нужно с плотной бумаги карандаш мы это сегодня проверим для моего эксперимента нужен достаточно такой увесистый механический карандаш фабер кассу две одинаково возвышенные поверхности я их сделай с книг вот видите примерно одинаковой высоты на них сверху я положу лист бумаги а сверху бумаги механический карандаш бумага с меньшей плотностью будет проваливаться потому что она более упругая она больше гнется и первый образец это обычная офисная бумага 90 грамм на метр второй образец это рисовальная тонированная бумага сто сто десять грамм на метр следующий образец это ватман у него стандартная плотность 200 грамм на метр это уже достаточно плотная бумага и последний образец акварельная бумага вот видите карандаш не провалился 200 грамм на метр у него у этого листа ячеистая структура каждый образец я подписала для того чтобы вы в последующем видели что я не заменяла образцы бумаги что они одни и те же и еще один лист акварельной бумаги для все того же эксперимента и так приступим что я буду делать каждый из образцов бумаги я буду брать штриховать на нем твердым и мягким карандашом они хорошо заточены вы это увидели и стирать синий стороной эластика только синий в этом эксперименте участвует только она первый образец офисная бумага 90 грамм на квадратный метр штрихуем твердый карандаш и вот почти не видно но я потом поднесу камере мягкий карандаш еще раз твердый карандаш и мягкий карандаш в первом случае мы будем стирать полностью весь начерченный участок стираем только синий стороной и штрихуем сверху когда я поднесу камере вы увидите разницу но по-моему она и сейчас очевидно на стертой уже поверхности из-за того что нарушена текстура поверхности бумаги карандаш получается более темным ну пока очевидно только с твердым карандашом разница а теперь мы образец стираем только лишь наполовину оставляя изначальный образец так как он был и по половине за штрихуем через полоску которая стерта по месту где мы только что стерли и темный карандаш и так разница очевидна там где мы стерли и нарисовали заново карандаш выглядит темнее то есть если вы планируете своем рисунке рисовать более светлым тоном но потом ошиблись и стерли ну допустим вы передумали еще решили более светлый взять более светлого уже не получится у вас будет более темный тон бумага тонированная бумага для оригами она еще называется держу карандаш именно в такой манере чтобы вы видели что я не давлю на него попробуйте взять карандаш также и попытаться надавить интенсивно у вас этого не получится то есть вы можете видеть что надавливаю я в каждый раз примерно одинаково на каждый из образцов бумаги и я буду повторять все тот же эксперимент первый раз я стираю полностью весь участок а второй раз я буду стирать только половину чтобы было видно разницу ведь и когда вы рисуете вы тоже можете сначала стирать какую-то части и дальше продолжать штриховать а потом захотите полностью стереть и перештриховать вот вы будете видеть как у вас получится на тонированной бумаге сравнение выглядит гротескно прям сильно большая разница в тоне ведь твердый карандаш он должен быть светлее мы это видим на образце который начерчен там где еще не стирали ластиком и так берем ватман о нем часто писали говорили что синяя сторона только для ватмана так как это плотная бумага повторим все то же самое хочу также сказать что плотность бумаги не играет никакой роли при выборе ластика дело в том что нужно еще также учитывать текстуру бумаги скажем если это акварельная бумага и ее текстура ячеистая или облачная или еще какая-либо другая то стирать по ней я бы категорически вам не советовала так как вы нарушите ее и у вас акварельные размывы получатся очень грязными и не контролируемыми к тому же если вы будете делать по этой поверхности которые уже терли стеркой какую-то заливку то будет заметно разница вот видите на ватмане прям очевидно то что карандаш сменил тон на офисной если бумаги еще не так было заметно то на более плотный как оказалось но видно прям сразу в общем сразу видно что этот ластик что он делает он механически нарушает текстуру поверхности бумаги соответственно она становится более шершавой становится больше похоже под микроскопом на маленькую наждачку такую трет карандаш графитовый еще сильнее и за счет этого у вас получается более темный тон на акварельной бумаге будет два эксперимента стандартный как мы сейчас видели на всех предыдущих образцах она видите имеет ячеистую структуру это видно потому какие пробелы образуются при штриховке так и второй образец сейчас по ходу дела я вам покажу что я с ним буду делать это будет интересно опять та же картина опять светлый карандаш набирает более темный тон по этой же бумаге если ее уже терли синей стороной ластика и мягкий карандаш он просто черный практически за счет того что бумага по текстуре уже сама по себе такая шершавая а мы сделали еще более шершавый теперь снова акварельная бумага повторюсь плотность 200 грамм на метр начертим два образца твердым и мягким карандашом возьмем кисть с резервуаром возьмем краски возьмем очень темную краску наберем сейчас пусть это будет ультрамарин вот видите я сделал такую небрежную цветовую растяжку теперь сотрем образцы вот скажем вы рисовали подмалевок для своего акварельного рисунка и вам что-то не понравилось вы стерли синей стороной ластика и сверху сделали заливку теперь на ускоренном режиме мы сейчас увидим как он высохнет и мы видим что на месте где мы стирали только что этим ластиком у нас потравмировалась бумага очевидно что появились какие-то ненужные разводы появилась какая-то другая текстура спасибо вам большое за идею ролика тем кому понравилось мое видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить следующие видео всем пока